Великобритания Академии Геологического Университета 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 Национальный парк Смольный, довольно молодой, был создан 7 марта 1995 года ради сохранения комплекса зонных войн широколистых лесов Республики Мордовия. Он находится на левом обрежье реки АллатРа, на территории Чалковского и Большейгнатовского районов Республики Мордовия. Преобладают в нем лиственные леса, а также находится где-то на четвердових войнах. Отдельное слово хочется сказать о Гришуткине Геннадии Федоровиче, который до этого работал в Мордовском заповеднике, а ныне уже как 19 лет является заместителем директора по науке в Национальном парке Смольный. Он оказывал нам большую помощь в проведении учетов, также проводил их сам, и мы выражаем его за это большую благодарность. В этом году мы проводили, в прошлом году, в феврале с 1 по 6, мы проводили команды в 6 человек. Ну вот первые 5 среди нас это студенты, которые обучаются в разных вузах. В основном мы все выбрали благодаря кружку направление биологическое. Также среди нас был один школьник, который сейчас в 11 классе и учится в городе Кострова, и также до этого участвовал с нами во многих экспедициях. Ну вот карта у меня довольно не очень понятная, но мы непосредственно жили в поселке Обрезки. Вот, это где-то в 3 километрах от деревни Калыша. Тут видно, ну и километров 15 от Новых Ичалок. К сожалению, фотографий у нас немного, но здесь вы можете видеть наш картон, в котором мы жили. С погодой нам повезло не очень, потому что где-то дня два у нас лил дождь. Но снежный покров был довольно большой, мы ходили на лыжи. Ну, нам было посчитано 5 ботопов. Первый — это поселки. Два поселка — это Ичалки и Смольные, которые представляют собой довольно большие поселки с населением до 2,5 тысяч человек, в которых преобладают одноэтажные кирпичные дома с садами и огородами. Также две деревни — Семеновка и Калыша. Вокруг Смольного, Семеновки и Калыша преобладают лесные массивы и луга перелески, ну и поймы рек и ручьев. Ну, посчитано, нам их было 15 километров, потому что до них было тяжело добираться, а мы до всего доходили пешком. Ну, лиственных лесов нам было посчитано аж почти 30 километров, поскольку они были довольно близки к нам, и даже если мы шли до других ботопов, мы все равно проходили их. Но они представляют сегодня морально травяные леса, это осины и березы, местами с преобладанием липы и осины, с подлеском, состоящим из липы, березы, ольхи, осины. Смешанный лес, который состоял в основном из ели березы и осины, сосны с примечью ольхи, черные и липы, с довольно густым подлеском. Луга перелески вокруг деревень вдоль реки. Там были участки с ивами шиповниками, перелески, с черной ольхи, в поймах рекой Старец. Сосняки. До сосняков нам было доходить довольно трудно, потому что нам приходилось проходить где-то без учета километров 5 просто до сосняка, считать его и потом возвращаться только же обратно. из-за того, что зимой довольно короткий день, нам приходилось выходить за темно и быстро-быстро бежать к лыжне уже туда. Мы все равно и посчитали 20 километров. Ну, сосняки это в основном были посадки, они были местами не совсем чистые, подлеска и подростка в них практически не было. Ну, птиц было не очень много, потому что погода, с погодой нам не очень повезло. Ну, наверное, довольно редкими видами можно считать тут кедровку и трехпалого дятла. Спасибо за внимание. Тут уже, наверное, вопросы можно задать, если бы не было. Кто-то что-то может спросить. Скажите, пожалуйста, а вот вы учитываете погодные условия при подсчете птиц? Потому что, допустим, в пасмурную погоду дятла летают меньше, чем в солнечную. Конечно, понятно, что когда был непосредственно дождь, мы как бы не ходили, поэтому у нас было еще меньше времени, когда бы совсем ушел ливень и снег, мы даже просто не могли пройти. Вот, а так мы записываем всю погоду. Ну, то есть, да, скорее всего, птиц у нас было мало, потому что у нас в основном стояли пасмурные дни и было довольно много, ну, сильно ветра, скажем так. Еще лучше сейчас. Катя, в вашем списке видов приводится кедровка. Может быть, я посмотрела, или было... Какое количество встреч с кедровкой было? Ну, буквально одна, две, три встречи, да. Ну, вот три максимума. Ну, я просто сейчас уже не помню, но... В одной стации, да? Что? В одной стации, в одном тебе. Да. В одном тебе. Сейчас я не вспомню. Скорее всего, она, наверное, либо в сосне, либо в смешанной. Я не знаю, как это. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...